доброе утро дорогие наши телезрители спасибо что вы по-прежнему сафонтова спешу представить вам моего сегодняшнего гостя я безумно рада нашей встречи и мы провели сегодня подготовительную работу константин пархоменко сегодня с нами константин доброе утро еще раз напомню нашим телезрителем константин пархоменко танди фитнес-директор клуба фитнес-тренер и сегодняшнего дня я думаю что в этот момент должны были раздастся овации спортивный эксперт телеканала афонтова рады представить вам дорогие друзья будем работать константин супер должность у кого есть проблемы все к вам я буду критиковать да будем повышать грамотность будем проводить такие ликбезы да все что касается здорового образа жизни спортивного образа жизни да вот сегодня а я думаю что мы выделили такую тему которую мы назовем пищевые привычки да это то с чего начинается упу с чего начинается новая жизнь новая жизнь до новой же начинается с еды на ней заканчивается как это не звучит не не потребительский да но тем не менее чтобы у нас же все будет в хронологии до чтобы люди если вы смотрите перематывать что было понятно что зачем идет то есть мы берем такого идеализированного человека который все-таки принял решение начать свою жизнь начать свою жизнь понедельника новую спортивную человек хочет скорректировать вес в плюс или минус то есть без разницы принципе потому что начало всегда одно и то же начал заниматься то есть более-менее приступил к регулярным тренировкам и здесь сразу возникает вопрос то есть что же он употребляет как отследить свои пищевые предпочтения потому что существует множество диет все упираются в диеты или приходят сразу непосредственно к тренеру если тренер не квалифицированы или хочет поторопить события он сразу говорит то есть раз у тебя есть проблема значит все что ты делал неправильно ты будешь делать так как скажу я то есть в принципе я такой человек скажи мне так я развернусь и уйду то есть тут нужен такой тонкий психологический подход и чтобы это сделать максимально безболезненно для клиента то есть я и другие кле тренера так скажем квалифицированы не предлагают сначала отследить пищевые предпочтения человека то есть что он в принципе ест потому что у каждого хоть мы живем в одном городе красноярске ходим в один и тот же магазин у нас есть свои такие любимые продукты есть не любимые продукты есть такие так скажем какие-то сладости конкретные не у всех свои то есть кто-то любит конфетки кто-то не любит конфетки и вот тут я как тренер как специалист даю задание человеку в течение недели отследить все свои пищевые предпочтения то есть предлагаю всегда на выбор варианты то есть старинный метод записывать пока пишет он осознает записывать все что абсолютно лезет в рот конфетка значит конфетка на работе дома в офисе начиная то есть именно за неделю потому что если человеку даешь задание день-два-три он на можете в жестких рамках продержать два-три дня потом прийти тренеру задать вопрос смотри то есть я ем один творог одну куриную грудку с кашей почему же я такой толстый и тут тренер начинает задумываться боже мой реально почему еще неделю отслеживает из первого я записывает второй вариант он скачивает приложение это больше надо подходит к тем кто любит гаджеты я с гаджетами иногда на ты иногда на вы поэтому для меня это не всегда вариант и третий вариант я предлагаю людям особо занятым или которые в принципе ленивые еще далеко ходить фотографировать и скидывать допустим не как тренеру если у человека есть тренер начал заниматься ним если человек занимается самостоятельно он делает это просто то есть формате фотографирует и смотрит то есть за неделю мы накопим определенный объем фотоматериала и предоставив мне как тренера я уже смотрю то есть я понимаю что анализирует анализирует а что человека во-первых присутствует еще вот такая поправка как только при ней прием пищи есть вы фотографируете скидывать то еще могу еще временные интервалы посмотреть то есть насколько регулярно человек питается а во сколько он это сколь поглотил погулять вот знаете а константин вы начали говорить о том что для особо ленивых до отличный вариант это фотографировать свою пищу да но вот открою небольшую тайну нашим телезрителям мы с константином договорились что я буду фотографировать все что попадает мне в рот но на самом деле это очень тяжело с точки зрения дисциплины да и действительно должна быть серьезная такая мотивация до похудеть либо взяли человека такого немножко идеализированного что он уже принял решение потому что до эфира я же говорил что до работать с мужчинами тяжелее чем с девушками у девушек уже такая сформированная если позиция есть она появилась в зале то как правило это 99 и 9 процента что она придет к результату то есть единичные случаи не приходят у мужчин все наоборот он пришел фитнес потому что позвал друг просто это модно нужна карта именно этого клуба купил новые спортивные вещи их нужно выгулять конечно кроссовки проходит интервал с мужчинами особенно такой реабилитации небольшой когда мы выявляем можно какие-то упражнения делать нельзя какие-то делать упражнения это такое по лайту пару недель беговая дорожка эллипсы какие-то легкие упражнения потом когда начинаем уже работает на прогресс когда становится тяжело тут начинается обычно командировка болезнь срочные какие-то семейные дела конечно конечно у женщин все проще они выбирают конкретно целью занятия и уже вокруг своих занятий свои цели строят быт мужчин все наоборот но не доехал до зала ночь не дает да у женщин все просто а платье висящее в шкафу на пару размеров меньше и это единственное платье стимулирует тебя на многое даже фотографировать свою еду константин если вы не против мы сейчас выведем на экраны те несколько блюд которые мне все-таки удалось заснять не забыв об этом вот пожалуйста это это правда я это ем это отруби я так понял да это отруби в сухом виде и молоком чем заливаем вообще ничем не заливая их ем как чипсы ну вот как некоторые люди чипсы едет и мне вкус не бы рассматривал как дополнение в принципе они нужны для чего это клетчатка клетчатка я добавляю например вот как люди добавляют допустим суп сухарики да а то я добавляю вот эти вот штуковины ничего плохого не скажу единственное что там преобладают углеводы так и не подставим них подсаживаться нет в свое время я также дал рекомендации начинать добавлять в рацион подобные продукты иногда выходит так что человек покупает реально за компьютером съедает полностью пачку то есть работает за компьютером и все и закидал себе эти продукты да конечно давайте посмотрим что вот это тоже я правда ем это мой сезонный продукт и вот вы сказали про норму да это вот тот продукт с которым я не вижу нормы я могу съесть целый пакет за день и мне потом уже как-то не очень хорошо но я все равно продолжаю забыл такую небольшую ремарку что в принципе когда фотографии делают и скидывают тренеру я говорю всегда рядом может быть какой-то предмет потому что тарелка бывает размером стас мы это уже проходили да ничего страшного я ее утром в обед и вечером а сколько ты ешь на по тарелочке и все то есть у людей такие вот старые слова уменьшительно ласкательные тарелочка кружечка то есть кружечка как раньше пиво пили такая сколько ты за день таких кружечек пьешь но я за компьютером работаю ну кость на сколько ну все 8 его сахарок ложишь но я люблю сладенький чаек конечно 45 ложечек сахара давай начнем с того что уже будет не 45 ну две три вот так вот недельку так попьешь уже будет казаться сладенько а потом вот эти две-три заменяем на одну и в итоге приходим потом чай без сахара или там с какими-то маленькими там фруктиками еще чем-то у меня до трех лет старший сын в принципе не знал даже что такое конфеты у меня жена варила компоты они до сих пор у меня оба пьют компоты есть там сахарная курага еще что всему можно найти замену просто индустрия сейчас такова что углеводы не приносят нам радость дарят эндорфины да то есть мозг питается сто процентов одними углеводами поэтому если мы сидим на жесткой диете почему в этом культуристы не да так как термин это брать для эфира подтупливают потому что перед соревновательная диета она безуглеводная и организм полностью не перестроился то есть человек не получает в мозг то количество углеводов поэтому может немножечко процессы компьютерные обрабатывать медленнее вот нормальный человек который постоянно общается да то есть у него с углеводами все нормально то есть проблем никаких нет поэтому жесткие диеты с полным отсутствием углеводов они как бы тоже ни к чему хорошему вот она мы фотографиях нет сладкого ну в том привычном виде никаких конфет да то есть вот пожалуйста не совсем презентабельно это яичница с картошкой яичница в картошках это завтрак отлично я тоже так много частенько делаю да картошку принципе можно она вареная и потом жареная картошка который знаете немного осталось вот с вечера буквально пара штучек так я тоже уничтожают с утра и вот утром хорошо то есть вы приветствует а вот сейчас там будет большое количество мяса потому что съемки до коллеги покажите пожалуйста мое красивое мясо отлично красиво правда ну с точки зрения как бы кулинарии да то есть консерванты присутствует в том плане что корка зажаристая вот это все я съела одна и еще несколько таких а тут непонятно какого размера кусочек ну это такие как антрикоты что монтажа небольшие у нас в принципе в рационе должно присутствовать мясо мясо птицы мясо там животных рыба потому что принципе мы так устроен не не хочу тут никак упоминать веганов как бы это отдельная культура поэтому наши кишечник так устроены желудок что в принципе аминокислоты должны присутствовать животные то есть кто уже как к этому относится поэтому есть необходимые вещи на которые просто люди смотрят по разному правильно так все замечательно с мясом все понятно так фотографии наверное уже практически закончились но на самом деле пресс много фотографий как бы да да мы обязательно посмотрим указать я думаю что да со временем мы еще посмотрим ваши фотографии да я вот знаете еще приготовила для вас материал да а я сняла свой холодильник помните мы тоже с вами договариваю свой холодильник тоже свой да но все замечательно я честно скажу это это честный холодильник не подготовлены для съемок такой какой вот он в обычные удивляют средне статистически ну давайте посмотрим сегодня покажем самый честный обзор нашего холодильника спасибо варим вот наш холодильник начинается вот таких вот рекомендации по здоровому питанию если честно иногда мы их соблюдаем а вообще наш холодильник не очень похож на холодильник семьи где есть двое детей он довольно таки скромный вот такой вот незатейливый кусочек кабачка а зато кокосовое масло здесь у нас сыр селедка омега-3 тыква обожаю сезонные продукты здесь внизу определенный набор овощей фруктов ну а здесь как у каждой уважающей себя женщины есть вот такой вот ролик массажер и патчи пользуюсь ими всегда перед эфиром вот такой небольшой экскурс наш холодильник мы его очень любим спасибо за внимание ну уже на холодильник где есть двое детей да и я честно скажу он практически всегда такой это не значит что мы не корни в школьной столовой и где-то еще дети в детском саду до в школе потом когда мы приходим вечером а готовится свежая еда это все съедается и так продолжается каждый ну на выходных ладно я немножко утаю на выходных холодильник становится чуть более полноценным нормально выглядит холодильник в принципе претензий это особо нет у кого-то крем справа в дверке у кого-то там витаминки и таблетки всякие то есть как утром что у бабушек было да да куда ну у меня фотографии здесь нет не показать я на словах скажу то есть я на выходных с детьми ездили к родителям у меня весь холодильник и в холодильник представляет сейчас консервированные грибы соленина и прочее то есть но в рационе всегда вот как вы сегодня показываете фотографию присутствует яйца то есть принципе меня дети они скорее повторяют наверное за нами женой то есть с утра жена варит из выходные это каши детям дети как в принципе любят сухие завтраки как будем принципе тоже нормально хорошо заходят вы приветствуете да кстати вот сухие завтраки у меня всегда как у мамы особенно да а много не по не на постоянной основе просто каша как бы приедается детям достаточно вот даже свои годы я помню работу в кадетском корпусе еще студентов то есть там вот столовую накрывают на 120 детей 120 порций каши и 20 чуть-чуть початая остальное стоит поэтому детей заставить еще самостоятельно есть одну кашу как бы я в принципе даже вот к ним также отношусь если добавить в кашу там бананы и орешки там ложечку варенье еще чего-то это нормально хорошо заходит это как отдельное блюдо такое отдельно овсянка ну давайте не будем себя обманывать ну кто любит этот вкус вот я не понимаю я скажу ужасную вещь я очень люблю овсянку я ем ее без всего я могу ли есть даже без на какой фирмы овсянка тогда уточню я к сожалению не могу назвать но вы правы имеет значение именно компания конечно если покупаем за 10 рублей пачку овсянки не хотим вкуса на 100 хотим вкуса да вот отличается очень сильно я не скажу что любитель овсянки нет но отличается очень сильно да потому что у меня вот жена варит уже сколько лет не буду называть рекламных целях название да но она великолепная если в общем сравнивать но опять же если у меня будет выбор тоже самое яичница или овсянка я все-таки выберу яичницу и пусть муту опять возвращаемся к предпочтениям с чего и начинаем кто-то выберет яичницу плюс овсянку знаете вот аппетит еще и я хран я надо поэтому допустим вот фотографии которые готовил это вот это живой пример одного из людей то есть человека свой бизнес судя по фотографиями нерегулярному питанию это понятно что он постоянно занят постоянно занят именно в офисе то есть не получается где-то там бизнес ланч еще что-то поделать поесть поэтому все что под рукой то все съедается давайте посмотрим да как раз таки вот вот этот рацион да может быть он будет немного отличен от моего тяжело назвать как бы да то есть принципе это из недельного также объема за несколько дней фотографии как вы сможете покажите посмотрим да но это вот одна наверное самых насыщенных фотографий что мы здесь видим до теплые роллы то есть это у нас чистые углеводы плюс салатик до помидорки это у нас клетчатка это бутерброды со сгущенкой это хлебушек да в принципе хлеб поджаренный на тостах то есть что в принципе и так увеличивает калорийность просто сумасшедшую делает чай обыкновенный вот это максимально наверное низкокалорийный суп если не брать в учет того что там ложка или майонеза или сметана чтобы нам с детства не говорили все супы они практически низкокалорийные если мы не берем в какие-то так скажем типа базбаш или еще какие-то культуры где-то прям серьезно наваривается вот эти бульоны им очень много мяса лежит и солянка та же самая остальные все супы бульон они низкокалорийные причем питательные вещества там в очень маленьких количествах желудок набить да это примерно как раньше говорили хочешь кушать и водичку вода комнатной температуры температуры немножко подсоленная она приближается так скажем к внутренней флоре желудка и в принципе человек выпивая эту воду может отсрочить прием пищи примерно там на 2-3 часа то есть вот таким образом ничего себе это прям лайфхак для худеющих ну я можно это постоянно использую нет я бы так не стал брат у меня всегда говорит хочешь есть качай пресс вот и все поэтому я за вторую часть хочешь есть покачай пресс от нагрузки тело перестроиться переключиться и чувство голода пропадет но тут же опять к чему эти лайфхаки то есть мы должны все но питаться питаться правильно это тоже самое пытаться просить машину заставить хорошо ехать если мы плохо заправляем то есть она не будет ехать в принципе человеком будет тоже самое то есть будет переутомление физическое умственно особенно если человек начал заниматься и на этом этапе не дать ему информацию не дать разобраться в чем же проблема есть проблема может быть в еде может быть еще в чем-то то есть мы отследили рацион выбрали вредные продукты чуть-чуть их сохранили сократили полезные чуть-чуть добавили получается мы не ломаем стереотип питания человек он дальше продолжает тренировки уже немного корректирует свои продукты, и он увидит процесс изменения визуальные через 2-3 недели. Потом наступит такой момент, то есть у спортсменов он называется промежуток плата, когда мы тренируемся. Наши энергозатраты будут практически сравниваться с энергопотреблением, и человек остановится. То есть он может становиться немного сильнее, немного выносливее, но визуально практически изменений уже не будет. Поэтому тут уже надо будет понимать, что делать дальше. Мы идем к каким-то дальше визуальным изменениям, или просто работаем над здоровьем, еще с чем-то. Но это уже такая индивидуальная особенность. Тут уже нужно будет определиться, так скажем, клиенту. Да, и возможно, это еще и одна из тем наших следующих с вами интервью. Что же важнее, здоровье или внешний вид? Совершенно верно. Предлагаю уделить этому время на следующей неделе. А вы, дорогие друзья, обязательно отправляйте ваши вопросы. И главное, фотографии. Фотографируйте, фотографируйте. Можете фотографии еды скидывать или себя. В принципе, мы разберем это в эфире. Мы разберем это в прямом эфире. Итак, напомню, у нас в гостях был Константин Парховенко, фитнес-директор клуба, фитнес-тренер и спортивный эксперт нашей программы. Спасибо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин